Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я Евгений, 48 лет, живу с мужем Олегом, 49 лет. Вынужденный из-за жилищного вопроса, который плотно начну решать только лет. Мужчины против развода, разделы имущества и так далее. Утравивают агрессивные цены, оскорбления, какие-то заговоры против меня перед родными детьми. У меня постоянно немерят руки, головной боли, съехать некуда, просто финансово не позволяют. Дом просто громадный, но он ходит со мной по пятам, выносит мозг. Счастливо, успокаивающих, раздражения просто нарастают до такой степени, что простить и прищебить его охоту. Сейчас утром приехала на работу, такой спокойствие на душе, даже не надо никаких препаратов и медитаций. Уважаемые профессионалы, прошу подсказки, как выставить этот период. Может быть, существуют еще какие-то психологические трюки в таких ситуациях, которые можно применять. Я не знаю, почему здоровье дали, это пока есть на это средство. Я никак не могу собрать себя в кучу, самообладание меня покидает. Смотрите, ситуация здесь такая. Во-первых, конечно, то, что сказал мой коллега Кудрышов Игорь Леонидович, является, пожалуй, очень правильным комментарием, потому что действительно вы с точки зрения психологии имеете какую-то выгоду от того, что вот сейчас происходит. Сейчас я имею в виду, я имею в виду, что ваш муж тиран, он вас тиранит, а вы, соответственно, являетесь жертвой. И здесь надо изучить вам треугольник Карпмана и действительно в какой-то степени переставать быть жертвой. То есть выходить из этой позиции, в которой вы сейчас оказались. Выходить из позиции жертвы можно путем принятия личной ответственности. То есть принять личную ответственность за то, что происходит. То есть воспринимать ситуацию с позиции, как бы, последствий своего выбора. То есть это ваш выбор. Понимаете, ведь ваш муж не случайно и не, скорее всего, сразу начал так себя вести. Какое-то время назад. Вот. И в общем и целом у этого есть история. И в этой истории вы, именно вы, так же как и он, вносили свой вклад. И продолжаете, в общем-то, вносить. Поэтому учиться воспринимать ситуацию с позиции личной ответственности необходимо. Это первое. Второе. Снимать агрессию. То есть искать способы отвода агрессии. Снимать от напряжения. Как это сделать, лучше обсуждать непосредственно на консультации с психологом. Потому что вариантов может быть много. И какой из этих вариантов подойдет? Еще пока не известно. Вот. Дальше. Можно включить любопытство. То есть можно начать из любопытства. раз уж вы, ну вот, со своим мужем находитесь, как бы, в отношениях, да, вынужденно, не вынужденно, то любопытство и просто любопытство интересоваться его позицией. То есть постолаться его понять. Чтобы перестать видеть в этом то, что вы видите сейчас. А именно такие вот оскорбления, да, какое-то такое деструктивное, объязвивное поведение с его стороны. То есть выходить на более высокий уровень коммуникации. Что ли? Я бы так это назвал. Вот, в принципе, те основные направления, которые я бы вам предложил бы сейчас. С точки зрения психологии. Другой вопрос, что вам это может быть нелегко. Другой вопрос, что вы можете вполне сопротивляться этому. То есть вы можете отталкивать эти идеи, потому что, ну, потому что меняться нужно. Потому что это вызов, потому что это может быть непросто для вас. Понимаете, да? Тут могут быть сложности, тут могут быть проблемы, тут могут быть оправдания. Вот. У вас. У вас могут быть оправдания. Вот. И, соответственно, как результат, ну, скажем так, застопорение, именно вот застопорение процесса. То есть, саботаж этого процесса. И это, конечно, очень грустно. Поэтому в этой ситуации я бы сказал, что каких-то таких вот трюков, как вы говорите, трюки, много. Вопрос заключается в другом. Насколько эти трюки будут эффективны для вас. И какую цель они преследуют. Вот. Потому что я повторюсь. Вы не просто так оказались в этой ситуации. Сейчас находитесь. У этого есть причина. И причины вы не видите, вы обвиняете во всём мужа. Сейчас. Сейчас. А руку от этого никакого нет. И быть не может. Потому что, ну, муж это муж, а вы это вы. Понимаешь, да? Вот. Дальше. Если имеет место быть манипуляция, а судя потому что вы описываете манипуляции, имеет место быть. Если имеет место быть манипуляция, то реагировать на манипуляции лучше всего будете самой собой. То есть нет способа более эффективного. Когда имеет место быть манипуляции, реагировать на них лучше всего именно пребывая в контакте с собой. Именно пребывая в замечании того, как вы реагируете на это. Понимаете? Вот. Ваше раздражение ну вот то, что вы разрешены и вам хочется как вы говорите его там пришибить и так далее. Это не просто так. То есть не просто так вам этого хочется. А я думаю, что раздражением своим вы оправдываетесь. Я думаю, что своим раздражением вы оправдываетесь и защищаете что-то. то есть ну, как бы вот. Защищаете вот, ну, как свои некие чувства, может быть может быть вы защищаете свою позицию какую-то некую позицию. То есть вам раздражение для чего-то нужно. Вам оно для чего-то необходимо. В этом смысле раздражение это вот суть оправдания. Попробуйте увидеть, что за раздражением у вас находится, что за раздражением у вас скрывается, какие переживания у вас ну вот присутствуют. Именно за раздражением еще. Я думаю, что это не так будет сложно сделать, если вы будете в общем и целом с собой честны. Другой вопрос Другой вопрос Другой вопрос Сможете ли вы быть собой честны? Это вопрос. Это большой серьезный вопрос. Потому что тут есть нюансы во-первых. Эти нюансы могут быть связаны с тем, что вам захочется поддерживать картинку картинку себя. Ну, самой себя. Вам вот захочется поддерживать картинку, которую вы нарисовали сами. и это может быть проблемой. Вам это может быть трудно. Вам может казаться, что отказавшись от того, как вы себя видите. Вы ну как бы себя продаете. на самом деле без изменений, то есть, вот ну без ну без ваших без ваших собственных изменений. Я бы сказал, что не получится. Не получится ни здоровье поправить, потому что раздражители будут находиться снова и снова. Не получится ну как бы изменить что-то. Потому что опять же ну вам в этом смысле будет на постоянной основе что там началось. понимаешь, да? Ну и очень сложно без позиции жертвы самостоятельно выйти. Очень сложно. Практически невозможно. вы вот трюками хотите ну отгородиться. отгородиться. Вот. То есть, ну вот вы хотите чтобы вам ну трюки помогли. А дело не в трюках. дело вас и в вашем отношении к себе. отгородиться. Вот вот пожалуй такой ответ я могу вам сейчас предложить. предложить. Я не знаю насколько этот ответ для вас будет так скажем предъемлем. я не знаю согласитесь ли вы с ним ну вот с ответом или нет. Но можете мне поверить что как профессионал я вижу только такой выход. А если у вас есть серьезная психосоматика ну то есть если вы вот как-то чувствуете себя ну плохо ну в этом смысле то тогда имеет смысл заручиться поддержкой врача. Обратиться к неврологу да чтобы он вам помог препарат помог и дальше уже смотреть. но действовать нужно именно именно в таком ключе другого варианта попросту нет. на этом все я надеюсь что вам это было полезно надеюсь что вам это было интересно я желаю вам всего самого доброго удачи надеюсь что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом вам я буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу это позволит вам начать двигаться дальше это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии вы большая молодец что начали об этом говорить